Добрый день, дорогие друзья! Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Матвея говорит и заповедует, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею, и так, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Это заповедь Господа Иисуса Христа о молитве, а о том, как эту заповедь воплощать в жизни, заповеди Священного Писания, как воплощаются в жизни, об этом ответы мы находим в богатейшей сокровищнице Священного Предания Церкви. И вот в продолжение одной из наших предыдущих бесед, где мы с вами, дорогие друзья, говорили о необходимости сердечной молитвы за ближних, чтобы молитва за ближних, о которых мы не знаем, какой у них образ жизни, чтобы она была с сердечной болью, тогда она принесет пользу. И вот в продолжение этой темы хочется вашему вниманию предложить размышления преподобного Паисия о том, как он молился. Прежде всего, будем просить, чтобы вследствие нашей молитвы те, кто живет и те, кто будут жить, пришли к познанию Бога. «Я говорю в своей молитве, — говорит преподобный, — пробави милость Твою ведущим Тя, и добавляю, и неведущим». То есть в данном случае, цитируя богослужебный текст «Пробави милость Твою ведущим Тя» из пророка Давида из Псалтирии, от себя преподобный добавлял «Пробави, Господи, милость Твою и неведущим Тя». «И также молюсь, — Господи, спаси нечестивые». То есть в церкви провозглашает диакон или священник «Господи, спаси благочестивые». Вы все хорошо знаете, все верующие люди, кто посещает богослужение во время литургии, провозглашает так служащий священнослужитель. А вы, стоящие в храме, можете и от себя добывать «Господи, Господи, и спаси и нечестивых». Поэтому, когда священник в храме произносит «О заповедавших нам недостойны молиться о них», я, — говорит далее преподобный Паисий, — добавляю «И о незаповедавших». Поскольку мы должны молиться и о тех, кто просил нас об этом, и о тех, кто этого не просил, о тех, кого мы знаем и кого не знаем. Смотрите, какой уровень, какая глубина и какая действительно широта сердца у преподобного Паисия. Конечно, вы можете возразить, дорогие друзья, и, наверное, возразите справедливо, но мы же не можем так, мы же не преподобный Паисий, не преподобный Серафим, не преподобный Сергий. Но здесь нам Святой Отец нашего времени делится своим опытом. Он как бы нам показывает, как бы вектор направления пути, как и каждый из нас может поступать. Стоите на божественной литургии и сердечно молитесь о всех тех, кто еще не познал Бога. У скольких людей множество проблем, и проблемы серьезные, и даже более серьезные у тех, кто не просил наших молитв. Будем молиться и о тех, с кем обошлись несправедливо, чтобы правда стала явной, о том, чтобы были помилованы те, кто находятся в тюрьмах, а пережитые ими страдания пошли им на пользу, и они исправились. Я, далее рассказывает преподобный Паисий, подкладывая дрова в огонь, молюсь, согрей Божий мой тех, кто лишен тепла. Сжигай письма, которые мне присылают. Преподобный Паисий письма, которые ему присылали, там было много личного, то есть исповедь, и он после прочтения и молитвы за этих людей письма сжигал. Сжигай письма, я говорю, да попалит Бог все их недостатки, да поможет Он им жить духовно и да осветит их. То есть, смотрите, любое действие можно сопровождать молитвой за ближних. И еще у меня есть привычка просить святых покровительствовать людям, которые носят их имена, а у всех святых я прошу предстательства за тех, у кого нет покровителя святого. Ну, здесь подразумевается, надо пояснить, что в Греции есть такая традиция, когда не все носят имена, имена в честь святых. И вот те, которые носят имена, ну, допустим, не прославленных святых, они память в день всех святых. Поминается их, они празднуют свои именины. Далее, преподобный Паисий, советуюсь. Молись вообще и говори Господи Иисусе Христе, помилуй страждущих телесно и душевно. Эта молитва охватывает и усопших. Если тебе на ум приходит кто-то из родных, то есть о ком ты из родных хочешь помолиться, то произнеси за него молитву, помилуй раба твоего, и сразу же перейди к общей молитве за весь мир. Помилуй, Господи, весь мир твой. Ты можешь привести себе на ум конкретного человека, испытывающего нужду. Немного помолись о нем, а потом произноси молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй нас с болью за всех, чтобы... И далее вот этот образ, который преподобный Паисий неоднократно в своих беседах приводил, чтобы поезд не уехал только с одним пассажиром. Ну, иными словами, если ты все равно молишься, это все равно как поезд, молишься за одного человека, вот только одно имя поминаешь, это все равно как поезд едет из пункта А в пункт Б только с одним пассажиром. И вот преподобный Паисий говорит, что молись конкретно об одном человеке, и тут же свою молитву возноси за всех остальных. Не нужно застревать на ком-то одном, иначе потом мы не сможем помочь молитвой ни себе, ни другим. Когда ты молишься, к примеру, о ком-то, кто болен раком, то молись о всех, у кого рак, и добавляй молитву за усопших. Если ты видишь кого-то несчастного, то пусть твой ум сразу же идет ко всем несчастным, и молись за них. И с болью в сердце человек так будет возвращаться в молитве от конкретного к общему, и сердечной молитвой больше поможет людям. Вот смотрите, какой мудрый и практический совет преподобного Паисия. И далее он продолжает. «Это слово «помилуй нас» охватывает всех людей, даже тех пятерых, шестерых, сколько их там, великих, пишет в кавычках преподобный Паисий, от которых зависят судьбы всего мира. Трудись и молись за тех, кто трудится. Эта молитва помогает и тем, кто работает телесно, и тем, кто работает духовно. Потому что трудятся многие, и к тому же трудятся усердно. Одни на благо церкви и государства трудятся, другие трудятся на зло. Ночи напролет просиживают, придумывая, как разрушить мир. Третьи собираются на конференции и стараются найти способ, чтобы помешать предыдущим сделать зло. Четвертые тоже работают день и ночь, не спят, стараются найти разрешение общечеловеческих проблем. И далее призывает преподобный Паисий и своего читателя. Молись, чтобы Бог просветил злых, и они делали меньше зла, или чтобы Бог совершенно устранил зло. Молись, чтобы Он просветил добрых, и чтобы они помогали людям. Молись о тех, кто хочет трудиться, но, будучи больным, не может этого делать. Молись и о тех, кто здоров, но не может найти работу, в то время как испытывает нужду. «Думай о разных случаях и молись о них. Когда ум твой устремляется ко всем людям, сердце уязвляется болью, и молитва становится сердечной». Вот какой глубокий и всеобъемлющий совет о молитве дает преподобный Паисий. Давайте, дорогие друзья, мы с вами по мере наших сил будем стараться учиться такой молитве. Не только за своих ближних, не только за тех, кого мы знаем, не только о тех, о ком мы знаем, что у него серьезная проблема, но от частного к общему. Возносите по мере своих сил молитву за всех. Тогда будете видеть плоды молитвы. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...